Почти 500 ДТП с участием пешеходов произошло на дорогах области в этом году. Это рост по сравнению с 2022. Профильный департамент готовит к монтажу дополнительное светодиодное оборудование. О профилактике дорожных происшествий подробнее Карин Закиренова. Теперь Екатерина переходит дорогу всегда вместе с сыном. Эта зебра на Кремлевской для них символично. Я шел на пешеходе оттуда. Мне машина давила ногу. Я не увидел машину. У Валеры на руках были умные часы. То есть я была на работе, еще заканчивала свою рабочую деятельность. Он мне позвонил и говорит, мама, меня только что сбили на пешеходном переходе. Я быстро вызываю такси, через 15 минут я уже здесь. Водитель признал свою вину. Он сказал, что я выехал на пешеходный переход, но не увидел ребенка. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. У Валеры диагностировали лишь ушибы мягких тканей. После случившегося на данном переходе появился светофор. Но Валер на всю жизнь запомнил, что переходить дорогу нужно только после того, как ты убедился, что все тебя пропускают. За 10 месяцев 2023 года в Тюменской области произошло почти 500 ДТП с участием пешеходов. 26 человек погибли за такой же период, но в прошлом году подобных аварий было меньше, а число погибших такое же. Статистика тревожит и заставляет принять меры. Выставляются экипажи, а именно по определенным местам концентрации ДТП по городу Тюмени, для превращения таких ДТП. Это в первую очередь. А также проводится разговор с гражданами. Кстати, водители стали чаще сбивать людей на пешеходных переходах. Только в этом году произошло 159 ДТП на Зебре. Четыре человека погибли, а 167 получили ранения. За аналогичный период прошлого года в области было на 30 аварий меньше, и при этом на Зебре погиб один пешеход. В Тюмени из двух с половиной тысяч пешеходных переходов тысячи регулируемые. Планируется применение инновационного оборудования. Синхронно со светофорными объектами будет в опоры светофоров вмонтирована диодная лента, которая будет синхронно в такт светофором загораться зеленым, либо красным сигналом светофора. В ближайшее время это оборудование уже будет смонтировано. Но и самим пешеходам надо быть внимательнее. 146 ДТП в 2023-м произошло по их вине. Это тоже больше, чем в прошлом году. Карина Закирьянова, Дмитрий Ларичев, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.